вспомним всех поименно именем вспомним свои это нужно не мертвым это нужно живым одними из первых врага встретили на далекой западной границе ссср в крепость которая с тех пор стала символом мужества и стойкости советского народа защитники брестской крепости вот как о них писал советский писатель сергей смирнов в своей книге брестская крепость там в смертельном бресте и потом в лагерях смерти они изувеченные прошедшие все степени голода забывший вкус человеческой пищи и чистой воды гнившие заживо умиравшие кажется сто раз на дню они все-таки вышли спасенные своей неправдоподобной веры вспомним всех поименно именем вспомним своим это ножка не мертвым это нужно живым александр филь писарь штаба 84 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии рядовой комсорг был тяжело ранен без сознания попал в плен где отказался от сотрудничества с гитлеровцы освобожден из плена в 1945 году по ложному обвинению в сотрудничестве с власовцы был осужден в ссср на 6 лет заключения в 1956 году реабилитирован оправда за мужество и героизм проявленные при обороне брестской крепости 1957 году был награжден орденом отечественной войны первой степени исаев федор данилович писарь штаба 84 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии рядовой родился в 1919 году в деревне уварова из дешковского района смоленской области в рабочей крестьянской красной армии призван 1939 году щербининским райвоенкоматом смоленской области участник ожесточенных боев в казематах центрального острова и у брестских ворот под гимнастеркой на груди хранил знамя третьего коммунистического интернационала одного из стрелковых полков расквартированных крепости погиб в бою 26 июня 1941 года обнаружен вместе со знаменем при разборе завалов крепости 1950 году похоронен в бресте дорофеев иван родился 17 июня 1908 года рядовой 84 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии участник ожесточенных боев у брестских ворот израненный обессиленный попал в плен в лагере маутхаузен гузен в австрии значился под личным номером 413 35 погиб в плену жигунов александр васильевич родился 2 ноября 1917 года смоленской области рядовой участник ожесточенных боев у брестских ворот брестской крепости израненный обессиленный попал в плен 27 июня 1941 года содержался в лагерях шталаг 307 шталаг 4b шталаг 4g под личным номером 156 877 и именем жигунов васильев дальнейшая судьба неизвестна шабловский владимир васильевич родился в 1908 году в деревне заполяны пропойского района могилевской области белорусской сср в красной армии с 1930 года капитан командир батальона 125 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии утром 22 июня 1941 года не смог прорваться из города брест позициям батальона брестской крепости сражался в черте города в доме где жила его семья попал в плен вместе с семьей 23 июня 1941 года погиб при попытке бежать из плена 24 июня 1941 года похоронен в бресте история брестской крепости как и многих других монументов великой отечественной войны крайне поучительно для изучения именно там на границе был сделан первый шаг великой победе друзья будь и сэр вы Субтитры создавал DimaTorzok